Думаю, коммунистическая идеология никогда не смогла бы покорить США, просто потому что она слишком сложна, слишком концептуальна и предполагает хотя бы какое-то знание истории. Это болезнь культуры, интеллекта, а ни того ни другого просто нет в необходимом количестве, чтобы вызвать эпидемию. Зато однажды установившись, тоталитарная система осталась бы там навеки в силу их чудовищного конформизма. Американская левизна под стать американской субкультуре, трехмерно. Ввезенная, надо полагать, во времена французской революции, она так и осталась на уровне идей просвещения, нисколько не обогатившись за 200 лет. Американская элита все еще верит в миф о благородном дикаре, о доброй природе человека, испорченной плохими институциями. Исповедуют какой-то совершенно допотопный эголитаризм, но вряд ли один на тысячу может правильно сослаться на первоисточник. Будучи поклонниками социалистической утопии в самом общем масонском варианте, они ничего не знают о последующем развитии социалистических идей, тем более об их крахе. Это какой-то заповедник имени Руссо, в том смысле, в каком Северная Корея – заповедник имени Сталина. Опять-таки сказать, верят они в эти бредни или только прикидываются, столь же трудно, как сказать, верил ли Андропов в коммунизм. Исповедовать эту веру в сегодняшней Америке выгодно, а людям интеллектуальных профессий просто необходимо для успеха в карьере. Ибо сколько бы ни прикидывались наши утописты бунтарями, оппозиционерами, защитниками народных интересов, они уже давно стали истеблишментом, имеющим больше власти, чем правительство. Общность интересов превратила их в лживую наглую клику, вцепившуюся в свое положение и привилегии не хуже советской номенклатуры. И горе смельчаку, решившемуся отстаивать свое мнение вопреки воле этой интеллектуальной мафии. «Разумеется, говоря столь нелестные вещи об американском обществе, я вовсе не утверждаю, что таковы поголовно все американцы. Это достаточно большая страна с населением весьма разнородным этнически, с большим количеством сравнительно недавних эмигрантов, сохранивших еще свою прошлую культуру. Да и среди коренных американцев можно найти иных людей. Более того, как мы увидим далее, именно в Америке отыскались те, кто смог организовать противостояние советскому влиянию в мире. Беда, однако, в том, что они сами находились как бы в осаде на обочине общественной жизни, будучи разрозненным меньшинством. А основное стадо доминировало, и по сей день доминирует в жизни США. Забавно, что европейские левые до сих пор не поняли, до какой степени их единомышленники подчинили себе Америку, и по инерции продолжают критиковать ее за то, чем она уже давно не является. В их воображении это все еще страна ковбоев, сыщиков и воров, крутых парней, палящих во все, что привелится, в то время как там еще с 60-х восторжествовали все их левые идейки в образовании, воспитании и социальном обеспечении. Причем гораздо более, чем это удалось в старой консервативной Европе. Какие уж там крутые парни, если выросшие с тех пор поколения оказались совершенно не способны справляться со стрессом, с травматической ситуацией, да и с самим собой, без помощи психоаналитика. Даже смерть соседской собаки может вызвать у них нервное расстройство. Все это представляло бы для нас лишь академический интерес, если бы США в силу своих географических особенностей не оказались лидером свободного мира в самый критический момент конфронтации с коммунизмом. И хотя начальный период Холодной войны конца 40-х, начало 50-х Америка выдержала с честью, создание НАТО, блокада Берлина, война в Корее и так далее, к концу 60-х она уже трещала по всем швам. Конечно, и в 40-х, и в 50-х американские интеллектуалы были левыми, а значительная их часть была даже настроена прокоммунистически, хотя им еще не удалось тогда настолько подчинить себе все общество, как это случилось потом. Недавно вышедшая книга мемуаров главного сталинского убийцы и обершпиона генерала Судоплатова, вызвавшая бурю негодования американского истеблишмента, иллюстрирует это вполне убедительно. Поражают в ней даже не столько имена знаменитых физиков, Оппенгеймера, Ферми, Сцилларда и других, вполне добровольно делившихся ядерными секретами со Сталиным, но скорее это легкость, с которой советская разведка могла оперировать в кругах американских левых. Агентов среди них отбирали, а не отыскивали. Что же до самих физиков, то нынешнее возмущение их коллег мне кажется притворным, как будто и без откровений генерала не было известно об их просоветских симпатиях. Достаточно вспомнить, что и сам Манхэттенский проект возник по их инициативе. Мнимая угроза того, что ядерное оружие может оказаться в руках Гитлера, взволновало их настолько, что они, забыв про свой пацифизм, просто заставили американского президента санкционировать создание бомбы. Но вполне реальное известие о том, что это оружие оказалось у Сталина, совершенно их не беспокоило. Напротив, с этого момента они опять стали пацифистами и борцами против ядерного оружия. Разумеется, западного. Однако при всем совершенном ими зле, Оппенгеймер и компания вызывают у меня гораздо меньше омерзения, чем их нынешние защитники. Первые, по крайней мере, верили в то, что делают, и готовы были рисковать ради своих убеждений. В то время как последние просто защищают свое уютное положение элиты, нисколько не стесняясь откровенной лжи. Волнует их, конечно, не доброе имя их покойных коллег, а необходимость нести ответственность за общий грех. История участия американских левых интеллектуалов в советском атомном шпионаже – это лишь один пример их соучастия в преступлениях коммунизма. И признать его теперь, пришлось бы признать, что антикоммунистическая кампания конца 40-х – начала 50-х, известная как Маккартизм, была отнюдь не охотой на ведьм. Можно лишь пожалеть, что, как и все в Америке, она приняла истерические формы, но неоспоримо, что, по сути, она была вполне оправдана. Между тем, именно жупил Маккартизма, беззастенчиво эксплуатируемый американскими левыми интеллектуалами добрых 50 лет, и был тем инструментом, благодаря которому самозванная элита превратилась в истеблишмент, заняв практически диктаторское положение в американском обществе. Это был своего рода эмоциональный шантаж. Они же безвинно пострадали, а стало быть, все теперь перед ними в долгу. Не возразить им, не тем более напомнить об ответственности за проповедуемые взгляды и думать не смей. Это ведь опять преследование, опять маккартизм. Все перевернулось вверх ногами. Быть просоветским, даже коммунистом, стало почетно, если не сказать обязательно. Быть же антикоммунистом – позорно, почти преступно. Так что нынешнему переполоху американского истеблишмента удивляться не приходится. Под вопросом оказалась сама легитимность их господства. Весь миф об их безвинном страдании. Да и само это страдание, не миф ли? Ведь в то самое время, как их духовные братья порабощали целые народы, уничтожали миллионы людей в угоду их общей идеологии, их самих всего лишь спрашивали, причем публично, в присутствии их адвокатов, прессы, с соблюдением всех процедурных формальностей, являетесь ли вы членом какой-либо коммунистической группы. Только-то и всего. Помню, я был счастлив, когда смог, наконец, сказать в лицо своим судьям в 1967-м все, что я думаю об их политическом строе, и, получивши за это три года лагерей, пострадавшим себя никак не считал. Им же ни лагерь, ни пытки, ни тем более уничтожения не грозили, в худшем случае потеря работы. И что любопытно, большинство из них кололись самым постыдным образом, оговаривали друзей и соседей, лгали под присягой. Таких, что отказались говорить, нашлись лишь единицы. Тоже мне герои-страдальцы. Но добрых 40 лет размазывается их трагедия печатью, телевидением, кинематографом. Десятки фильмов создано Голливудом на эту тему. Последний аж в 1990 году. «Guilty by Suspicion» с Робертом Де Ниро в главной роли. И ни одного о трагедии сотен миллионов, действительно страдавших под игом коммунизма. В самом деле, посмотрите на продукцию этой цитадели американской левизны Голливуда за последние 40 лет под таким углом. И вы убедитесь, нет ни одного фильма, честно и серьезно отразившего главную трагедию нашего столетия. Это или откровенная советская апологетика, или ложь более тонкая, изощренная, рассчитанная на невежество широкой публики. Историк, вынужденный судить о нашем времени по голливудским фильмам, не поймет ничего. Скорее всего, он придет к выводу, что мы жили весь век или под перманентной угрозой фашизма, или под угрозой сумасшедших американских генералов. А коммунизм в нашем мире, если и присутствовал вообще, то где-то очень далеко в качестве никому не угрожающего фона. Даже неустрашимый Джеймс Бонд сражается не против КГБ, а чаще в союзе с КГБ против некоего мифического сверхконцерна, руководимого, как правило, сумасшедшим капиталистом. Даже мысли такой не допускается, что сам коммунизм может представлять какую-то угрозу человечеству, но лишь наша реакция на него. Не противник, а наше сопротивление ему. Что же до противника, то ничего кроме симпатий он не вызывает. Ну, в крайнем случае, сочувствие, сострадание, как обманутые идеалисты. Рец. Даже доктор Живаго Пастернака, за чтение которого сажали в тюрьму в СССР, превратился у них в этакие сочувственные сопли. Ни малейшего сострадания к миллионам жертв этих идеалистов, тем более раскаяния. А там, где уж никак не умолчать о жертвах, не просто ложь, но ложь чудовищная. Лучший тому пример – Киллен Филдс, фильм о наиболее известном преступлении коммунизма уже в наши годы, в Камбодже. Тут черепов не спрячешь, но зато можно не объяснять зрителю, кто же такие эти красные кхмеры, истребившие добрую половину населения своей страны. Иди гадай, откуда они взялись, да почему уничтожают людей? На протяжении всего фильма никак не выяснишь, что они просто коммунисты, причем, видимо, еще больше идеалисты, чем их московские или вьетнамские коллеги. Те хоть стыдливо зарывали черепа в землю, они выставляли на показ всему человечеству. Да и вся задача фильма чисто дезинформационная. Во-первых, оправдать оккупацию Камбоджи Вьетнамом. Дело, мол, отнюдь не в коммунизме, ибо вьетнамские коммунисты прекратили истребление людей в Камбодже. Благодарите и радуйтесь. Во-вторых, оправдать предательскую роль американских левых в этой трагедии. И вот главный положительный герой фильма, леволиберальный корреспондент американской леволиберальной прессы, спасающей камбоджийскую семью. Забудьте, что именно они обеспечили победу коммунистов в Юго-Восточной Азии своей истерической антивоенной кампанией, что благодаря им исчезли с лица земли три страны, а красные кхмеры смогли нагородить пирамиды черепов. Все это мелочи по сравнению с прекрасным человеческим поступком, спасением одной семьи. Слезы умиления застилают зрителям глаза. Какое благородство! И Геббельс бы разрыдался, посмотрев этот фильм. Сложившаяся на базе лжи и предательства, да еще и воспитанная на такой пропаганде, американская элита была естественным союзником СССР задолго до начала детанта. В США, в отличие от Европы, основой послужили не столько идеологические симпатии, подавляющее большинство американских интеллектуалов и понятия не имело о том, что такое коммунистическая идеология, даже те, кто гордо именовал себя марксистом. Сколько оппозиционность по отношению к своему правительству. Война во Вьетнаме, хотя она, по сути, ничем не отличалась от войны в Корее всего за полтора-два десятилетия до того, послужила катализатором этих настроений в обществе. Как ни парадоксально это звучит, Америка конца 60-х, начала 70-х была просоветской, потому что стала антиамериканской. Раздутая левой элитой антивоенная истерия, доходящая до паранойи, расколола страну, сделав антиамериканские настроения более распространенными, чем в Европе. Но если элите эта истерия была необходима для самоутверждения, для захвата господствующих позиций в обществе, то миллионы молодых американцев, как библейское стадо свиней, в коих вселились бесы, устремились туда же из чистого конформизма. Бунт стал модой, такой же обязательной для успеха, как потом стали утренние пробежки, экология, одержимость здоровьем. Для всего же остального мира это была катастрофа. Он не просто остался без лидера, это бы еще куда не шло, но оказался этим лидером предан. Теперь, вспоминая то время, допросматривая документы ЦК, не сомневаешься, что период детанта был самым опасным для нашей цивилизации. До полного господства в мире коммунизму оставалось не более полшага. Но, будучи уверены в своей конечной победе и в том, что время работает на них, советские вожди не хотели торопиться, терпеливо выжидая момента и устраняя последние препятствия. И, как ни странно это сознавать, мы со своей компанией в защиту прав человека оказались в ту пору чуть ли не единственной помехой на их пути. Помехой, тем более досадной, что в их глазах она была воистину ничтожной. Ведь, по-марксистски рассуждая, а иначе они рассуждать не умели, Запад был уже у них в кармане, коль скоро и капиталисты, и подвластные им правящие круги уже капитулировали. Игра, однако, была тонкой, требовала осторожности, дабы не пробудить жертву. Нечто вроде гипноза, при котором даже назойливо жужжащая муха может сорвать все усилия. Чем-то наподобие такого овода, кружащего над олбом задремавшей жертвы, мы и оказались. И пришибить нельзя, и оставить опасно. Более того, мы таких заставили из наступления перейти в оборону, что при наших ничтожных силах было просто чудом. Обороняться же коммунисты никогда не умели, да и какая может быть оборона в идеологической борьбе? Тот, кто обороняется, уже проиграл. Сказалось, конечно, и их однобокое марксистское понимание западной демократии, практически не учитывающее такую внеклассовую силу, как общественное мнение или человеческая совесть. Между тем, как ни странно это звучит в наше циничное или прямо бессовестное время, тогда, в 60-е и 70-е годы, еще достаточно находилось людей, для которых выражение «права человека» не было пустым звуком. Причем, что, быть может, еще важнее, такие идеалисты находились и слева, и справа, и сверху, и снизу, совершенно непредсказуемо ни с классовой, ни с политической точки зрения. И как бы ни были циничны, скажем, лидеры европейских социал-демократов, а тем более коммунистов, но и в их партиях, и особенно среди избирателей, таких идеалистов набиралось достаточно, чтобы заставить лидеров на них оглядываться. Словом, наше тогдашнее движение было на редкость разноцветным, никак не укладывающимся в привычные рамки левых-правых. И если, например, во Франции правое правительство Жескар-де-Стена бросилось в объятие Брежнева, то левая интеллигенция оказалась нашим ближайшим союзником. Франция была, пожалуй, первой западной страной, где начался процесс осмысления интеллигенцией ее ответственности за преступления коммунизма, начатый под влиянием архипелага ГУЛАГ группой новых философов. А летом 1977 года, во время визита Брежнева в Париж, это движение достигло своей кульминации, символически отмеченной рукопожатием века. На приеме в зале Рекамье, устроенном нам французской интеллигенцией, Жан-Поль Сартер и Раймон Арон впервые за многие десятилетия пожали друг другу руку. И наоборот, в Германии или Англии, где правительства были левыми, нашим союзником была скорее консервативная оппозиция, хотя, конечно, только ею дело не ограничивалось. Всегда находились честные люди любых политических убеждений. Особенно ярко это проявлялось в Италии. Там даже коммунисты считали своим долгом демонстрировать Москве свое неудовольствие. И либералы, и социалисты, и позднее радикалы все внесли свою лепту в наше дело. Общественное мнение Запада было в этой войне на нашей стороне, хотел того истеблишмент или нет. В США, где, как мы помним, элита жаждала дружбы с Москвой, ей, тем не менее, тоже пришлось считаться с этой силой. Вопрос прав человека оказался там катализатором самых различных сил и тенденций. А борьба сконцентрировалась вокруг так называемой поправки Джексона Венника, запрещавшей правительству предоставлять СССР статус наибольшего благоприятствования в торговле именно из-за гражданско-правовой проблемы иммиграции из Советского Союза. И хотя проблема была достаточно узкая, касавшаяся ограниченной группы людей, все отлично понимали ее принципиальную важность. С одной стороны, этот статус, дав СССР неограниченный доступ к кредитам, способствовал бы укреплению советской военной мощи, что уже само по себе было крайне нежелательно. С другой, идея как-то связать детант с политическими изменениями в СССР носилась в воздухе, а обусловить расширение контактов между Востоком и Западом, особенно в сфере экономики, обязанностью соблюдать права человека, подсказывал здравый смысл. И как ни бился истеблишмент, как ни старались советские, а обойти поправку Джексона им так и не удалось. Но это было еще благодатное время, когда наличие общего врага хоть в каком-то смысле делало нас союзниками и обеспечивало поддержку, если не правительств, то хотя бы некоторых общественных сил. Бездумная эйфория времен гласности и перестройки лишила нас и этой последней поддержки, последних союзников. Соблазн победить без борьбы, выиграть без усилия оказался для них слишком велик. Как раз в тот момент, когда можно было наконец легально отстраивать оппозиционные структуры, не опасаясь серьезных репрессий, и средства, и симпатии Запада были на другой стороне. Как раз в то время, как политзаключенные в советских тюрьмах и лагерях подвергались самому изощренному давлению с целью их идейной нейтрализации, Запад рукоплескал гуманности Горбачева. Когда войска спецназа убивали грузинских демократов на площади в Тбилиси, давили Народный фронт Азербайджана танками в Баку, штурмовали правительственные здания в Вильнюсе и Риге, Запад беспокоило лишь одно. Как бы это не повредило Горбачеву. А уж финансовая помощь кремлевским реформаторам измерялась астрономическими цифрами. За 7 лет партийной перестройки советский внешний долг вырос на целых 45 миллиардов долларов. Вот какую цену заплатил Запад за то, чтобы в бывшем СССР не возникло ни настоящей демократии, ни рыночной экономики. И заплатил бы еще больше, окажись августовский путь более удачным. Уже на подходе был новый план Маршала, всерьез обсуждавшийся на встречах Большой Семерки. Казалось бы, самоупоминание плана Маршала, спасшего Европу от коммунизма, должно заставить задуматься. Ведь никому и в голову не пришло бы 50 лет назад предложить его еще не побежденной Германии. Разве могли предложить его Франции Питена, Италии Муссолини, Норвегии Квислинга? Отцам нашим по крайней мере хватило здравого смысла сначала разгромить противника, заставить его безоговорочно капитулировать, провести деноцификацию и только потом говорить об экономической помощи. А поступи они иначе, не видать бы Европе демократии. Жить бы ей многие десятилетия в посттоталитарном абсурде. Конечно, мы пытались сопротивляться этому безумию до последнего, стараясь как могли поддерживать независимые силы и издания внутри СССР. Созданный для этой цели в Нью-Йорке Центр за демократию в СССР даже стал переводить и публиковать эти издания в США, дабы привлечь к ним внимание публики, пока окончательно не лишился средств. Чтобы как-то рациональнее использовать наши убогие ресурсы, пришлось стянуть все в одну организацию, объединившую демократов из всех республик под общим лозунгом названием «Демократия и Независимость». Но даже консервативная Daily Telegraph нашла нас слишком правонастроенными. Многие диссиденты считают, что Запад питается далекой от действительности дезинформацией, рисующей Горбачева истинным демократом, которому угрожают его консервативные оппоненты. И все же, чем чаще эти одинокие голоса не спровергают гласность, тем неотвратиме возникает подозрение, что эти люди стоят на месте, сменяя критерии наличия реформ, вместо того, чтобы заверить нас, что их прошлые боевые заслуги не прошли даром. Повсюду им видится заговор. Еще бы, ведь даже Маргарет Этчер и даже Рональд Рейган, только считанные единицы среди журналистов Эбразентали в Нью-Йорк Таймсе, страница передовых статей в Уолл-Стрит-Джорнал отваживались поддерживать нас в то время. По счастью, стремительно нараставший в стране кризис вызывал резкую радикализацию общества. И к 1990 году даже московская интеллигенция начала понимать суть дела. Появлялись новые возможности, новые силы выходили из-под контроля власти, избавляясь от чар перестройки. Летом 1990 года мы сделали последнюю серьезную попытку как-то объединить оппозицию. Собрали конференцию в Праге, куда пригласили и старых диссидентов, и новых оппозиционеров из всех республик СССР, и тех из консервативных кругов Запада, кто еще мог оценить наши усилия. Прага была идеальным для этой цели местом не только из-за близости к СССР или облегченных правилах въезда, но прежде всего благодаря очевидному символизму, который Вацлав Гавл не применул отметить в своем приветственном выступлении. Единственный из всех тогдашних глав государств в мире, пришедший к власти в результате антикоммунистической революции, он не побоялся солидаризироваться с нашей позицией, не изменил своему прошлому, но говорил о нашем общем принципе неделимости свободы и справедливости. Если они где-то под угрозой, они под угрозой везде. Увы, он оказался действительно единственным. Для того, чтобы стать реально работающим центром оппозиции, нам требовались значительные средства, печатная техника, компьютеры, средства коммуникации, словом, все, что нужно массовой организации для ее нормального функционирования. Но вопреки нашим отчаянным поискам, мы не нашли никого, кто бы снабдил нас всем этим. Ни фонда, ни правительства, ни богатого доброжелателя. Казалось, дальнейшая судьба мира никого больше не интересует. Иные говорили вполне откровенно, если вы правы и СССР скоро развалится, зачем же нам тратиться на это? О том, что развалиться можно по-разному, не хотели и задуматься. В моем представлении этот подготовительный период означал борьбу общественных сил в стране за свою самостоятельность, борьбу, в результате которой тоталитаризма все меньше, а демократии все больше, до той поры, когда и революции уже не надо. То есть этот переходный период, с моей точки зрения, уже начался. Задача наша, следовательно, сводилась к расширению и укреплению этого движения, его ненасильственных традиций, к обеспечению его признания и поддержки Западом, чтобы к моменту конечного кризиса системы создать силу, способную обеспечить максимально безболезненный, бескровный переход. Этому и были посвящены все наши усилия как внутри СССР, так и в эмиграции. Разумеется, никто не мог тогда предвидеть всех поворотов и вариантов, но даже теперь, зная последующий ход событий, я не вижу никакой серьезной ошибки в своих рассуждениях. Кроме мирной революции, нет другого цивилизованного решения этой проблемы, позволяющего избежать с одной стороны чудовищного кровопролития, с другой медленного гниения и умирания страны вместе с системой. Но для того, чтобы такой сценарий сработал, советский человек должен был хоть на мгновение перестать быть советским человеком. Он должен был отвергнуть соблазн приспособленчества, переступить через страх репрессий, то есть сделать усилия, свой выбор, чтобы стать просто человеком. Да так оно, наверное, и получилось бы, несмотря на все репрессии, если бы не Горбачевская, хитростройка, которую, надо полагать, мудрый ЦК и придумал-то отчасти как средство избежать такой развязки. Но, понадеявшись на спасение системы путем сильно запоздавших и половинчатых реформ, нарвался ровно на тот сценарий потери контроля над процессом, о котором я писал. На том и кончился коммунистический режим столь же бесславно, как и начался, запутавшись в заговорах, потонувший в путчах и обрекший страну на развал и смуту. Ибо Горбачевские реформы были рассчитаны на то, чтобы никоим образом не допустить формирования как раз тех независимых общественных сил, которые могли бы обеспечить стабильность в переходный период. Дело тут было даже не в том, что умышленно создавались фиктивные и контролируемые общественные организации, ГБшные народные фронты да ультра-националистические пугало. Все равно из этого ничего не получилось, да и не могло получиться. Режим был обречен, но прежде чем сдохнуть, он успел сделать последнюю подлость, окончательно скурвил страну соблазном легкого, без усилий и жертв выздоровления. Успех этого обмана, особенно среди интеллигенции, люди попроще отнеслись к горбачевским хитростям с крайним недоверием, производил впечатление гораздо более гнетущее, чем все перестроенное лукавство советских вождей. От них-то чего было и ждать, коммунисты как коммунисты, известной ловкости можно и экономику перехитрить, и народ обдурить, и историю объегорить, да так и въехать в рай дуриком, пока никто не спохватился. Но когда я видел, как легко и охотно поверила интеллигенция в возможность спасения сверху, у меня просто опускались руки. Как будто мог быть в России хоть один человек, не понимавший, что эта партия, погрязшая в коррупции, лжи и преступлениях, и завела страну в нынешний тупик. Неужто кому-то было еще не ясно, что из недр этой партии полстолетия старательно отбиравшей в свои ряды карьеристов и проходимцев, никак не могло прийти обновление? Неужто непонятно, что спасать доведенную ими до катастрофы страну нужно в первую очередь от них, а не с ними? Да нет, разумеется, все им было ясно. Все обговорено по московским кухням еще в 60-е годы. Просто из всех социальных групп в СССР интеллигенция и так была самой сучиной, самой прикормленной. И так, подобно профессору Зиновьеву, предпочитала советскую власть, всячески ее притом ругая. А тут, вот ведь счастье, хозяин позволил наконец самовыражаться в печати. Как тут было удержаться? Как не хвалить хозяина? Словом, отдавая должное ловкости советских вождей, ухитрившихся таки сколотить блок коммунистов и беспартийных даже на краю гибели, притом сколотить на базе антикоммунистических настроений, нельзя было не видеть, что российская интеллигенция, вопреки заветам Чехова, так и не выдавила из себя раба ни по капле, ни струйками. Во всяком случае, ее также легко повязали круговой порукой разрешенной гласности, как повязал Ленин российскую чернь на уськов ее грабить награбленное. Мнимая угроза возвращения бывших хозяев сделала и тех, и других послушным орудием в руках коммунистических манипуляторов. Первородный грех горбачевских свобод в том-то ведь и состоял, что они были дареные, а подаренное, незавоеванное, оно вроде краденого, его всегда могут отобрать, да еще надавать по шее. Где уж тут думать об альтернативах, лишь бы барин не вернулся и не отправил сечь на конюшню. Выражаясь на соответствующем случаю жаргония, горбачевская гласность сучила интеллигенцию гораздо глубже, чем брежневская цензура. Как бы ни было скверно раньше, а все-таки оставались в обществе некие критерии приличия, какие-то правила моральной гигиены, от чего еще сохранялись нравственно здоровые люди. А заразившийся и сам о том знал, и другим был заметен. Тут же настали времена особо мерзкие, когда больного от здорового нипочем не отличить, а всякие критерии принесены в жертву благородному делу спасения, перестройки от мистических консерваторов. Произошла тотальная евтушенкоизация интеллигенции и сплошная медведизация всей страны. Все вдруг сделались большими политиками и приличных людей как-то совсем не стало видно, а сделки с совестью стали уважительно именоваться политическим компромиссом. В раз перестроившись, зашагали дружными рядами под лозунгом «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи». И глядишь, вчерашний душитель захлебывался от собственного либерализма, а вчерашний либерал был теперь не прочь и придушить. Конечно, этому сильно способствовала безоговорочная поддержка Горбачева Западом, в результате которой ситуация в стране и без того непростая запуталась до полной безнадежности. В ту пору кризиса для огромного числа людей в коммунистическом мире, не привыкших мыслить самостоятельно, мнение Запада, то есть реально мнение западного истеблишмента, было столь же бесспорно, как священное писание для верующего. И раз Запад провозгласил Горбачева героем, а его перестройку демократией, то кто же мог решиться в России с этим спорить? На Западе же хватало своих желающих поверить Горбачевским басням, или по меньшей мере считалось разумным поощрить перестройщиков за прилежание. И правда, старались же люди, сломали стенку в Берлине, вывели войска из Афганистана, отменили шестую статью Конституции, издали ГУЛАГ и даже никого не посадили за последние пару лет. Чего же еще и желать? Ах, говорили мне, вы слишком много пострадали от них, вы не способны быть объективным, должен же быть какой-то рубеж, переступив который, советская власть перестает быть советской властью, а коммунисты коммунистами, и наша враждебность к ним должна смениться дружелюбием. И что мне было ответить? Как объяснить людям, никогда не жившим при этом режиме, что коммунизм не политическая система, и даже не столько преступления, сколько некое массовое заболевание, наподобие эпидемии чумы. На чуму невозможно обидеться, с ней нельзя поссориться или помириться, можно только заболеть или не заболеть, соответственно, нет никакой возможности чуму перестроить или реформировать, от нее надо выздороветь, напрягши всю свою волю к жизни. А тот, кто перестал с ней бороться и впал в апатию, как правило, не выживает. Эта бездумная эйфория на Западе подорвала последнюю возможность победы над коммунизмом, шанс для России выздороветь. Как если бы союзники в конце Второй мировой войны вместо требования безоговорочной капитуляции нацистской Германии удовлетворились ее перестройкой, то бишь некоторой либерализацией режима. И что было бы теперь в Европе? Уж точно не демократия, а как изящно выражаются нынче о бывших коммунистических странах, посттоталитарный период. Маршал Питтен был бы героем, спасшим Францию, а участники сопротивления оказались бы безответственными авантюристами, только мешавшими своим экстремизмом разумным реформатором извеши. Результат был катастрофическим. Помимо всего прочего, это способствовало и без того наметившемуся расколу нашего движения, толкнув часть его во главе с Сахаровым на самоубийственный союз с перестройщиками. И глядишь, бывший политзек Глеб Якунин призывал публику голосовать за бывшего генерала КГБ Калугина в прошлом организатора убийств диссидентов. И как после этого разобраться, кто же все-таки настоящий демократ, а кто Горбачевский комутант? Никогда не забуду, как открывая свой марионеточный парламент весной 1989 года, Горбачев широким жестом пригласил на трибуну Сахарова и тем прикрыл всю свою ложь, все манипуляции и фальсификации гибнущего режима. Андрей Дмитриевич, прошу вас. Эта сцена и теперь стоит в моих глазах. Сцена бесславного конца всего того, ради чего я жил. Почти 30 лет упорной работы по созданию независимых общественных сил обратились в ничто. И хотя Сахаров, отдадим ему должное, поняв незадолго до смерти свою ошибку, попытался создать оппозиционную партию и даже призвал к кампании гражданского неповиновения Горбачевскому режиму, было уже поздно. Что же касается Запада, такая его позиция в отношении перестройки была отнюдь не случайной и даже не новой. Напротив, она является прямым продолжением практически всей его восточной политики в послесталинский период, когда ставка делалась на мифических голубей или реформаторов либералов в политбюро, коих и указать-то никто не мог. Нас же, всех тех, кто действительно боролся с режимом, высокомерно смахивали в гуманитарную корзину. Полагалось посочувствовать нам, бедненьким, как жертвам, да еще и поспекулировать нашим положением. «Стратворение коммунистического монстра». Глядите, мол, как плохо будет людям, если мы не поможем либералам в Кремле. Словом, Запад не пожелал признать в нас не то что партнеров, союзников в войне, но даже просто солдат, а приравнял к случайно пострадавшему мирному населению. Из бойцов нас превратили в заложников, причем вполне сознательно. Иначе, спаси Бог, пришлось бы признать и наличие самой войны. Более того, те из нас, кто оказался на Западе, знают, какое давление оказывал на нас здешний истеблишмент с тем, чтобы сделать послушным инструментом своей соглашательской политики с коммунистическими режимами. И глядишь, то, что не удалось КГБ при помощи тюрем и психушек, иногда удавалось их здешним союзникам при помощи контрактов, грантов, возможности печататься, а пуще всего соблазна быть принятым и уважаемым западной интеллектуальной средой. Нет, это была не просто глупость Запада, не наивность здешней элиты, это была целенаправленная политика обеспечения стабильности в мире, стабильности любой ценой, даже ценой предательства. Величайшей угрозой человечеству была провозглашена не коммунистическая идеология, не агрессивная суть коммунистических режимов и даже не их ядерные ракеты, нацеленные на западные города, а их возможная дестабилизация, распад. В результате такой политики Югославия превратилась в Ливан, а Россия в Нигерию. И это еще только начало. Теперь, когда история вынесла свой приговор, мне нет нужды доказывать, кто был прав. Коммунистический режим рухнул, несмотря на усилия всего мира его спасти, подтвердив таким образом то, о чем и пыталась рассказать их теологу Рыба, и его одряхление, и то, что его нельзя реформировать, а можно и нужно ликвидировать, и то, что угроза ядерной войны исчезнет только с его ликвидацией. Исчезли столь любимые Западом коммунистические реформаторы со своими Нобелевскими премиями мира, так и не придумав социалистической модели рынка. Кто их теперь помнит? Но осталась разрушенная страна без будущего, без всякой надежды на спасение, где на развалинах былой жизни орудуют лишь шайки мародеров, а многомиллионные толпы обнищавших жителей понуро и безучастно бредут мимо руин своих жилищ. И нет в их глазах не то, что раскаяния, но даже искры мысли или усилия постигнуть случившееся, а только тупое недоумение, страх, словно у людей, переживших землетрясение. Почему? За что? Ведь все было так хорошо. И покуда не дойдет до них, что некого им винить, кроме самих себя, своего выбора, покуда ищут они причину своих несчастий в чем угодно, во всемирном заговоре, в инородцах, в мистических предначертаниях, не обратятся не к собственным силам, чтобы начать жить заново, но вечно будут ждать помощи, милости, чудо. А еще осталась ложь, навороченная истеблишментом в целях самооправдания за последние полстолетия, мегатонны лжи, от которой скоро уже нечем будет дышать. Остался сам этот истеблишмент, номенклатура коллаборантов, питены и квислинги холодной войны всех оттенков и размеров, на востоке или на западе, все еще цепко держащая власть в своих руках. И пока не установлена истина, не вынесен им приговор, остается незавершенной эта глава нашей истории. Не наступает и выздоровление. Так грешные души без покаяния не могут попасть ни в ад, ни в рай.